Всем привет! Меня зовут Макс Извеков. Это программа «Узнать всё за 60 минут». В гостях у меня Анна Лебедева. Сертифицированный бьюти-тренер, профессиональный визажист, моя близкая подруга. И сейчас мы будем узнавать, как вообще работает вот эта вот индустрия красоты. Аня, привет! Привет! Макс, очень рада тебя видеть и слышать. Очень скучаю по вас. Я тоже очень-очень рад. Мы не виделись почти с Буэнос-Айреса, получается. Да. А получается, что мы совсем не виделись буквально с Буэнос-Айреса и больше уже никого не удалось увидеть. Но я думаю, что уже осталось совсем чуть-чуть, и все увидятся и обнимутся наконец. Аня, давай начнем со знакомства с тобой. Расскажи о том, где ты училась, как вообще ты пришла к тому, что решила заниматься вот-вот в бьюти-индустрии. У меня получилось все, наверное, как в Санта-Барбере. То есть я не то чтобы специально училась, изначально я родилась танцуя. То есть бальные танцы с шести лет погрузили меня в эту красивую среду, где в постоянном режиме мы шили себе костюмы, мы готовили себя к съемкам, концертам, к каким-то презентациям. Потом это вылилось в тренерскую работу, в работу с моделями, с постановками шоу. Я 17 лет работала хореографом-постановщиком. И мне необходимо было готовить артистов к съемке. И так исторически сложилось, что получалось это у меня лучше, чем у среднестатистического визажиста. И начиная с некоторого момента, я поняла, что этой стези мне не миновать. И пришлось уже ехать учиться. И я даже тебе сейчас не скажу, где именно я начала свою деятельность в плане обучения профессиональному макияжу. Но уже когда я попала в работу в Москве, в Академию индустрии красоты Майкап-Ателье России, уже тогда, наверное, началось мое обучение на сертификат, дающий право преподавания. И я поехала в Париж. Там прошла все необходимые обучения. И надо сказать, что вот эта Академия очень правильно, на мой взгляд, строила обучающий процесс. То есть мы сертифицировались практически каждый год. Потому что очень много новшеств получается. И я не могу тебе сказать, что я вот съездила, отучилась, вернулась и больше нигде не училась. Это происходит ремонтантно в состоянии постоянном. То есть я очень люблю учиться, и учусь, мне кажется, до сих пор. Была бы моя воля, я бы так и училась бы. И не работала бы, только поучилась. Ну, по сути, то, чем ты занимаешься, это твоя страсть, это твое любимое занятие. И самое главное — найти то, что ты любишь, чтобы этим заниматься 24 на 7. Ну, совершенно верно. Я уже не помню, кто сказал, что найти себе работу, ту, которую ты любишь, и ты не будешь работать ни дня. Ну вот она не совсем правильная, но, наверное, это отчасти так. То есть я очень люблю то, что я делаю, и горю этим. И поэтому мне это доставляет большое удовольствие. Я думаю, что работа отвечает мне взаимностью. Поэтому я работаю и не прекращаю работать, несмотря на какие обстоятельства. А были у тебя мысли, вот так вот, если посмотреть назад, было ли у тебя такое вот понимание, что, скорее всего, ты будешь работать с красотой, ты будешь визажистом? Понятие такое, наверное, было всегда. Хотя, когда я начинала учиться в этой индустрии, у нас было ощущение, что работа с макияжем – это вроде как и не работа, потому что все дома делают это перед зеркалом, и за это не стоит платить денег. То есть это как бы не работа такая. То есть у нас даже нет в гости такой профессии, как визажист. Вот так у нас в России было, понимаете? Ну, до определенного времени. Сейчас, конечно, все гораздо более развито. Просто я даже не хочу озвучивать количество лет, сколько назад происходило мое первое обучение. Поэтому сейчас, конечно, все выглядит гораздо более цивилизованно, и очень эта индустрия развита. И я бы сказала, что в России она теперь развита гораздо лучше, чем в большинстве, допустим, европейских стран. Вопрос. А что же такое мейкап? Что такое вот это тут волшебное слово «макияж»? Что это такое? В чем он выражается? Сделай себя более ап-высокой, то есть более привлекательной, более фотогеничной, более смотрибельной. И так, чтобы на тебя было приятно смотреть, и так, чтобы ты себя любил на картинке. Наверное, вот в двух словах так. То есть он помогает в первую очередь почувствовать себя в другом образе. И можно менять каждый раз этот образ, каждый раз выбирать вот что-то новое. Менять можно, но на самом деле не все готовы представить себя в другом образе. То есть есть определенный класс людей, которые хотят видеть себя именно так, как они себя видят. И они имеют на это право. И вот здесь уже у профессионального визажиста должно хватать профессионализма для того, чтобы не переносить иногда свое видение человека на картинку, а следовать именно его внутреннему состоянию, чтобы он был доволен тем, как он выглядит на картинке. И это на самом деле не всегда совпадает с представлением мастера. Такое тоже бывает. А как понять вот это вот ощущение видения себя? Как вообще прийти к себе, которое тебе подходит? Как найти вот это вот совпадение между тем, как ты себя чувствуешь и как действительно тебе хорошо? Не будем говорить лозунгами, но все равно я буду прибегать к каким-то крылатым выражениям, потому что они действительно дают выражение мысли той, которая приходит в голову. То есть внутреннее отражается во внешнем, и внешнее обязательно влияет на внутреннее состояние. Поэтому очень часто мне жаль, когда я смотрю на девушек, на женщин, на мужчин, кстати говоря, почему нет. Они не знают, каким образом они могут выглядеть на самом деле на картинке, на экране и в жизни. То есть мейкап — это не обязательно про фото и про видео. Это же еще и про то, как тебя воспринимают окружающие. Вне зависимости воспринимают они тебя через объектив камеры или просто живьем. И здесь, наверное, действительно включается видение самого мастера, потому что это вот знаешь, как записывать себя на звук голоса. То есть когда ты включаешь диктофон и пытаешься записать себя, ты не узнаешь свой голос на записи. И это нормально, потому что срабатывают резонаторы внутренние и внешние, и ты слышишь только свои внутренние резонаторы. А человек, который тебя слышит потом, он слышит только внешнюю резонацию. И это отличается кардинально. Вот точно так же бывает и с макияжем. Когда сама девушка, будем говорить о девушках сейчас, хотя нашей толерантности никто не отменял. Когда девушка сама себе делает макияж перед зеркалом, она видит себя определенным образом. Она привыкла себя видеть с детства так, как она привыкла. А когда она приходит к профессиональному визажисту, включается вот это внешнее восприятие. И человек, не зная человека более глубоко, как он сам себя знает, привносит свою толику внешнего видения. И это получаются иногда очень волшебные открытия, инсайты случаются с человеком. И я не побоюсь, наверное, быть нескромным в данном случае. Кто один раз прошел через мои руки или руки любого профессионального визажиста, тот однозначно его жизнь никогда не станет режем. А какие виды макияжа бывают? Ты прям напоминаешь мне мою профессиональную преподавательскую деятельность в академии Мэйкоп-ателье. Там прям ровно такой вопрос стоял, прям даже в программе, ты понимаешь? Виды макияжа. Ой, на самом деле, все же зависит от того, как ты назовешь лодку, так она и поплывет. Я буду говорить об общепринятых терминах в данном случае. Есть макияж дневной, есть макияж вечерний, есть макияж профессиональный для фотосессии или для видеосессии. Там есть нюансы. Есть макияж для сцены, то есть сценический макияж, сценический образ, когда воспринимаются издалека. Есть макияж свадебный. Определенная специфика, я это называю три в одном, когда это макияж и дневной, и вечерний, и видео, и фото. Достаточно сложный вид макияжа. Есть макияж для... Я его называю девочек постарше. Иногда называют его лифтинг-макияжем. То есть это иногда сочетание макияжа и грима, когда можно визуально омолодить человека. Есть мужской макияж. Есть макияж, который, соответственно, уже называется гримом. То есть это... Перевоплощение. У нас это не так распространено, поскольку у нас мало снимается фантастических фильмов. Но мне пришлось в своей жизни стажироваться в Голливуде, посчастливилось на двух телекомпаниях. И вот там все эти образы с... Как их называют? Инопланетные существа. Все эти латексные формы, маски. Это невероятно интересно, но, к сожалению, в нашей повседневной жизни не так востребовано, а может и к счастью. Чем отличается макияж для бальных танцев от макияжа для аргентинского танго? Вообще есть какая-то разница или все-таки как-то одно и то же? Глаза подвели и все нормально. Конечно. Есть различия безусловные, поскольку есть различия в видах этого спорта. Ну или в видах этих танцевальных направлений. В последнее время бальные танцы – это абсолютно четко вид спорта. А аргентинское танго – это все-таки два направления, и профессиональное, и социальное. Поэтому это уже однозначно дает нам разницу уже на три вида макияжа. Макияж для бальных танцев – это, как правило, сценический образ, который воспринимается либо зрителями с трибуны издалека, либо судьями, но тоже достаточно большая площадка конкурсная. Это дает определенную нагрузку, чтобы это было смотребельно издалека, очень ярко, очень контрастно. И нагрузки в этом спорте так велики, что это достаточно плотный макияж, который позволяет, ну, так сказать, выглядеть, не проявлять внешне тех усилий, которые приходится прилагать танцору во время турнира конкурсного. Макияж для аргентинского танго, опять же, в две стороны у нас расходятся. Это социальный вариант, где мы танцуем на мелонге, вне зависимости от того, танцует ли это просто человек, пришедший на мелонгу, или это маэстрос, который танцует для людей, которые смотрят на него на мелонге. В любом случае, это восприятие человека с достаточно близкого расстояния. Это уже совсем другой калинкор. Есть, конечно, макияж сценический, когда мы работаем с, ну, например, с танцорами, которые выступают на Мундиале. Безусловно, их воспринимают люди издалека, через камеру, через огромные экраны. И вот здесь уже это похоже на макияж для бальных танцев, почему бы и нет. Когда мы были последний раз в Аргентине вместе, я знаю, что ты давала уроки, тебя даже просили, чтобы ты проводила группы по тому, как наносить макияж, как правильно это всё сочетать вообще, каким образом это всё произошло, как тебя пригласили преподавать макияж. Звёздам, причём, насколько я понимаю, звёздам аргентинского танго. Когда я начала заниматься аргентинским танго, так аргентинское танго хорошо легло на старые дрожжи бальных танцев, что, в общем-то, я сразу попала в достаточно высокий эшелон танцоров аргентинского танго, имела возможность общаться с великими маэстрами, побоюсь этого слова. Я готовила сначала наших звёзд к выступлениям, а поскольку наши русские танцоры ничуть не уступают в моём понимании аргентинского танго международным маэстрос, они выступали на мелонгах и на сцене в Буэнос-Айресе. В Буэнос-Айресе, на самом деле, как и во всей Аргентине, я думаю, не сильно отличается это от Буэнос-Айреса. Эта индустрия развита гораздо более слабо, на мой взгляд. Я не берусь сейчас оценивать причины этого, но в любом случае люди, которые один раз увидели, как это может быть, естественно, хотят получить эту услугу для себя. Они просто уже приходили и просили сделать макияж. И когда я уже попала на Мундиаль Де Танго в 2019 году, уже к тому времени я работала с несколькими чемпионами мира по аргентинскому танго, и мне посчастливилось попасть, работать с чемпионами на шоу чемпионов. И даже те люди, которые не были знакомы со мной в процессе вот того, что мы за кулисами там производили, ну, они видели разницу, так скажем. И они не понимали, как такое может быть. И поэтому после вот этого мероприятия они собрались все вместе и попросили меня организовать для них курс по сценическому макияжу. С этого, наверное, началось уже такое непосредственное преподавание моего макияжа в Аргентине. И потом уже это как по цепной реакции распространялось и не только на профессионалов, но и на обычных танцоров, которые хотели понимать, каким образом им выглядеть то, что они видели на сцене, на картинке. Я работала с фотографами знаменитыми в Аргентине. Я не произношу фамилии, не знаю, насколько это можно или нельзя. Насколько я уже настолько приучена к каким-то рекламным моментам, что мне всегда останавливает мозг произнесение мест, фамилий. То есть я не хочу быть голословной, но на самом деле при работе в профессиональных студиях в Аргентине и при работе на Мундиале и при работе на Милонгах в Аргентине везде я чувствовала вот эту колоссальную разницу от того, что я могу предложить этим людям и то, к чему они привыкли. Поэтому я думаю, что я буду работать дальше как преподаватель, как маэстро де макишахи в Аргентине. Это очень меня радует, поскольку я счастлива находиться там не только как ученик с точки зрения аргентинского танго, но и что я могу быть полезной именно своими профессиональными навыками. Вот макияж для фотосессии и макияж для выступлений. Есть какие-то отличия или в принципе, опять же, ярко накраситься, чтобы было хорошо видно? Как и в любом деле профессиональном, для тебя это не секрет. Ты сам профессионал в своем деле и знаешь, сколько существует нюансов, когда начинаешь вникать в подробности. Даже по аналогии с твоим профессионализмом, выступление на одной площадке будет кардинально отличаться от выступления на другой площадке, согласись. Для того, чтобы сделать макияж для фотосессии, это один коленкор, поскольку камера воспринимает гораздо большее количество световых и цветовых нюансов. И для того, чтобы через камеру человек смотрелся очень хорошо, оптически, гладко, ровно, без изъянов, для того, чтобы фотохудожник, фотограф мог светом правильно отработать, есть абсолютно четкие правила, которые знает любой профессиональный визажист, ну, хорошего уровня, так скажем, потому что работать для фото и видео, даже для фото и для видео, это уже две большие разницы. И работа для камеры видео и для камеры фото, она тоже отличается. И по соотношению света и по тому, каким образом распределяется количество общих и крупных планов, в общем, все имеет свое отличие однозначно. Если мы берем работу для шоу, то, как правило, это воспринимается живьем, и там свои нюансы. Очень много я вижу ошибок, на самом деле, когда наблюдаю шоу, даже маэстрос, ну, то есть, как бы, они профессионалы в своем деле, но они не профессионалы в моем деле. У меня душа кровью обливается, насколько они могли бы выиграть от того, что мы бы поработали вместе в данной ситуации. Как подобрать макияж? Вот не все знают, как его подбирать. Его нужно подбирать к платью, или нужно подбирать к прическе, или просто должен быть какой-то один вариант, который нравится? Как это происходит? Сначала нужно понять, для какой ситуации ты собираешься произвести тот самый макияж. То есть, это фото, видео, это мелонга. Ну, то есть, ситуативная составляющая должна быть. Для чего мы это делаем? Второй момент. Нужно понимать, какая одежда будет использоваться в данной ситуации. То есть, ее цвет, фактура, ее рефлексы, которые она будет давать на лице. Слово рефлексы, это понятно, наверное, да? То есть, это отраженный свет. То есть, мы будем видеть и отраженный свет на лице, и оттенок одежды, который будет рефлексировать на лицо. И с этой точки зрения это тоже имеет важное значение для макияжа. Однозначно, мы должны идти от непосредственно типажа модели, человека, кому мы делаем этот макияж, от его цвета природной гармонии, от его цвета волос, цвета кожи, цвета глаз, чтобы этот человек не потерялся на фоне того, что мы сделаем. И если говорить о танцорах именно аргентинского танго, для них еще очень важно внутреннее состояние. Я по опыту знаю, работая с маэстро, что если ты не попал в эмоциональное состояние танцора, это будет мешать ему танцевать. Вот с этой точки зрения лежит на визажисте очень большая ответственность. Катя, твоя не даст мне соврать, сколько времени у нас занимает обсуждение состояние на данный конкретный момент, как тщательно мы выбираем то платье и только потом приступаем к сотворению чуда на лице. Я согласен, неоднократно это наблюдал, но чаще всего я видел уже результат. То есть, когда я прихожу, и уже все более-менее готово. Стоит ли вообще учиться макияжу? И кто у тебя учится? Ну, для меня это вопрос однозначный. Могу аналогию, как мне кажется, очень понятную озвучить. Существует разница между Жигули и Мерседесом. Существует. Обе машины ездят. То есть, ты сел в Жигули и поехал, и сел в Мерседес и поехал. То есть, ты из точки А прибыл в точку Б. Но качество жизни разное. В Жигули и в Мерседесе. Особенно, если это Жигули старого образца. Вот точно так же отличается качество жизни, если ты учился макияжу, и если ты не учился макияжу. Или училась. То есть, в любом случае, ты производишь какие-то манипуляции со своим лицом с точки зрения обывателя или с точки зрения профессионала. Это две большие разницы. Поэтому, конечно, нужно учиться. Что такое база для макияжа? Это база там... Что такое база для теней? Ну, я постоянно как бы с этим сталкиваюсь. Опять же, вот общаясь с Катей, постоянно возникает вот эта вот история. Но я не понимаю, что... О чем идет речь? Я думаю, что ты лукавишь. Если ты задаешь такой вопрос, то я тебе абсолютно четко скажу, что ты в теме. Что ты уже четко знаешь достаточно много нюансов по макияжу. Конечно, столько раз ты наблюдал за тем, что мы делаем, и ты уже можешь считаться моим ассистентом вообще совершенно спокойно. уже можешь не просто кисточки подавать, а уже точно знаешь даже название продуктов, которые используются. Но, опять же, база под макияж несколько терминов. Иногда базой называется тот крем, который наносится под тональный крем. Некоторые девушки базой называют тональную основу, которая наносится сначала для того, чтобы выровнять тон лица. Это уже две, мы можем сказать, у нас есть базы. Третий продукт, который называют базой под макияж, наносится, допустим, на зону век для того, чтобы создать водостойкий макияж с использованием сухих текстур теней или сыпучих текстур теней. Поскольку наши люди в булочную на такси не ездят, как говорилось в одном известном фильме, то, как правило, к профессиональному визажисту все-таки приходят в исключительных случаях, то есть когда нужно выйти либо на фотосессию, либо на сцену. В большинстве остальных моментов все-таки сами себе девушки делают макияж. Но, тем не менее, производство водостойкого макияжа требуется чаще всего все-таки для шоу, для каких-то сильных физических нагрузок, когда тело реагирует выделением влаги, и тогда используется база под сухие тени или под кремовые тени. Неправильно говорю сейчас, кстати говоря. Под кремовые тени база не используется. Они сами являются той базой, которая позволяет сделать макияж водостойким. Это я говорила. Сейчас очень много существует продуктов для производства макияжа. Это такая огромная индустрия и со своим развитым маркетингом, которая туда только зайди и останешься без денег, потому что можно закупать бесконечное количество продуктов. Но на самом деле, когда я лечу, допустим, в Европу или в ту же Аргентину для работы я оптимизирую количество баночек, потому что их физически увезти с собой невозможно. И я думаю, что здесь мы можем ограничиться только базой под тональный крем, самой тональной основой, которая тоже является базой, ну и, допустим, средством под тени, которые создают водостойкий макияж. А сколько ты тратишь времени на создание концертного макияжа? Хороший вопрос. Поскольку ситуации бывают абсолютно разные, на том же самом шоу чемпионов у меня было 15 минут на произведение макияжа. Реально. Поскольку договаривалась я с двумя-тремя людьми, когда распределяла свой тайминг, и у меня было приблизительно 40 минут, когда я совершенно спокойно, не торопясь, могу произвести концертный, как ты говоришь, мейкап. В результате получилось так, что люди, которые там присутствовали, они просили, видя ту разницу, которая будет не очень хорошо смотреться со сцены, мне пришлось подправлять или делать макияж в режиме абсолютного цейтнота. И даже был... Ну, то есть получилось так, что за 15 минут я смогла сделать профессиональный макияж. Собственно, почему началось мое преподавание в Аргентине, потому что люди не понимали, как это возможно. Но у меня был большой опыт работы с моделями, потому что я сама работала моделью много лет, и работала потом постановщиком, хореографом на каких-то шоу-моделей. И у меня бывало так, что у меня за час, за полтора нужно было приготовить 10 моделей к выходу на сцену. И это тоже возможно. Но в моем случае там уже включались нюансы ассистентов или оптимизирования какие-то для того, что я могу чем-то пожертвовать, для того, чтобы... что я знаю, как это должно смотреться со сцены и при определенном освещении. Но для того, чтобы я не дергалась, и для того, чтобы я спокойно сделала макияж, который будет держаться сутки, можно в нем, я не знаю, нырять, плавать, делать все, что хочешь, но мне нужно 40 минут. А какой твой рекорд, если уж мы заговорили о скорости, какой твой самый быстрый был профессиональный макияж? Я не ставила себе целью поставить каких-то рекордов, потому что я настолько перфекционист, что очень не люблю работать в режиме цейтнота, но это все время преследует работу визажиста. Ну, наверное, 10-15 минут, наверное. Меньше не получается, потому что все равно это чисто физические манипуляции, которые ты должен произвести. Это же не то, чтобы малярную кисть взял и с ног до головы покрасил. То есть все равно это 10-15 минут на это нужно. Это, наверное, самое минимальное время за то, что я могу что-то сделать удобоваримое, которое будет сценически смотрибельным. А что главное подчеркнуть в лице, на лице? Что главное подчеркнуть? Глаза, губы, брови. Не существует у меня однозначного ответа для этой ситуации, поскольку есть индивидуальные особенности у каждого человека. Я бы даже сказала, что индивидуальные особенности есть нескольких типов. Представь себе Анжелину Джули. Какая индивидуальная особенность у Анжелины? Первая – это губы. А вот теперь представь, что ты захотел ей выделить глаза как на лице. Как только макияж дойдет до губ, что выйдет на передний план? Губы, конечно. Все. Ты ответил на свой вопрос. В любом случае есть индивидуальные особенности, которые присущи самому человеку. И что бы ты не хотел выделить еще, это будет уже что-то лишнее, допустим, на лице. Как правило, существует золотая серединка между выделением и выдвижением на передний план каких-то индивидуальных особенностей. Пресловутые либо глаза, либо губы, как ты говоришь. Это общепринятое. Но на самом деле к индивидуальным особенностям профессионалы относят и овал лица, и глаза, и брови, и, как ни странно, чистота и тон кожи – это тоже индивидуальная особенность. Ее можно выдвигать на передний план и играть на этом. Это можно сделать изюминкой. То есть для меня, как для профессионала, важно найти именно то, что присуще этому человеку, в чем он себя комфортно ощущает, и строить на этом весь образ. Я не разделяю человека на отдельные части. Для меня это общий стилистический концепт, который у меня в голове выстраивается, исходя из невербальных признаков, которые транслирует человек. Вот, опять же, не побоюсь быть нескромным, но когда девушка зашла, в первые три секунды я уже все о ней знаю. Я знаю, что она любит кушать, я знаю, как она любит заниматься сексом. Я знаю, какую одежду она любит, потому что в свое время я уделяла большое количество внимания именно обучению стилистики. Работала, как стилист по одежде, и существует масса невербальных признаков, которые человек транслирует в окружающую среду, и которые считываются профессионалом. Как он носит украшения, какую прическу он носит, какого цвета волосы у него в данный период, какие брови, какие цвета он использует именно в этот конкретный день. И уже можно сказать очень много о внутреннем состоянии человека. Для меня это определенный язык, с которым со мной человек общается невербально, он ничего не произносит, но я все равно очень много знаю о нем и стараюсь создать вот этот образ, который прежде всего украсит его и не знаю, что прежде всего украсит или не нарушит его внутреннего комфортного состояния. Вот не знаю, они у меня на одном уровне стоят. Вот, наверное, вот так. а уже потом начинается все остальное. Ань, а есть ли у человека, вот которого ты видишь опять же в первый раз или ты уже его знаешь, какая-то определенная цветовая палитра, вот, которая ему подходит, вот эти цвета, оттенки, и от них уже идут производные? Конечно. Есть такой термин у меня, как у преподавателя, это цвет природной гармонии. Этот цвет природной гармонии складывается из цвета волос, цвета глаз и цвета кожи. Причем то количество пространства, которое занимает, допустим, девушка с очень длинными и роскошными волосами, очень обращает на себя внимание цветом своих волос. Правильно? Девушка с короткой стрижкой и с прекрасной загорелой смуглой чистой кожей обращает на себя внимание больше с точки зрения цвета своей кожи. Девушка с необыкновенно ясными, допустим, светлыми глазами и черными волосами, что будет бросаться в глаза зеркало души и ее светлые глаза. Это тоже цвет ее природной гармонии. И именно вот эти нюансы дают основную смысловую нагрузку при выборе цвета для макияжа. Даже цвет радужки, цвет вкрапления в радужку имеет очень большое значение, потому что для обывателя вот эти голубые глаза и вот эти голубые глаза, а для профессионала вот эти голубые глаза могут быть и голубыми, и серыми, и зелеными, а вот эти голубые глаза могут быть только голубыми. И это все подчеркивается цветом макияжа, который мы можем выбрать. Это невероятно интересно, и я знаю, что ты очень интересуешься стилем, я очень наблюдаю за твоими картинками по мужскому стилю, и очень часто они мне помогают, спасибо тебе большое, пости больше этих картинок, потому что не хватает у меня времени на мужской стиль, на арифметический ликбез по мужскому образу, мне очень интересно, но у меня просто 24 часов в сутки иногда не хватает объять необъятное. Твои картинки очень классные, они очень соответствуют моему внутреннему состоянию, и глаз за них действительно цепляется. Я думаю, что у нас будет с тобой еще неоднократно разговор по цвету, потому что мы к нему даже не приступали, и я знаю, что Катя очень любит ковер-мейкап, то есть цветные оттенки в макияже, поскольку она занимается одеждой, и она очень четко представляет, каким образом можно подчеркнуть образ именно цветом. Вообще пользоваться услугами визажиста, это говорит о том, что у тебя есть определенный статус, или это более ответственная работа, или это говорит о том, что ты как человек не понимаешь и доверяешь свое тело, так сказать, свою красоту, свой образ профессионалу. Ну, я бы сказала, что пользоваться услугами профессионального визажиста, это говорит прежде всего о абсолютно ясном уме, что человек понимает, что в данной ситуации он не может обойтись без профессионального вмешательства. Как бы ты хорошо не умел делать макияж, я тоже все равно пользуюсь услугами профессионального визажиста. Когда мне нужно, допустим, сорганизовать какую-то фотосессию для себя или что-то еще, я все равно не всегда. Правда, конечно, я могу и сама себя сделать, но я очень люблю пользоваться услугами коллег, потому что они видят меня немножко по-другому, не так, как я себя вижу в данной ситуации. И иногда человеку со стороны лучше видно, как представить тебя в данной ситуации наилучшим образом. то есть пользоваться услугами профессионалов это правильно. Про мужской макияж. Мы уже пришли к этой теме наконец. То есть в каком случае мужчины прибегают к услугам визажиста? Ну, будем говорить о том, что существуют мужчины мужественные и мужчины мужественные. И та и другая ситуация абсолютно нормальна и существуют разные ситуации, когда мужчина прибегает к услугам визажиста и макияжа. Если мы говорим о мужественных мужчинах, то это, как правило, ситуации для сцены или для фото или видеосессии. Поскольку ни один сильный мир не вышел перед камерой без вмешательства профессионального визажиста. Это однозначно. То есть это абсолютно нормально, никоим образом не умаляет его гетеросексуальности. Насколько я понимаю, это в первую очередь тонирование, чтобы не было лишних блесков, отражений. Там не столько даже тонирование, сколько и моделирование лица. И у каждого мужчины существуют изъяны по форме, допустим, произрастания щетины. Можно дорисовать очень красиво бороду. То есть можно используя обрамление бороды убрать какие-то изъяны по овалу лица. Можно изменить вообще говоря объемы. То есть можно выглядеть более полненьким на камеру, можно более худым используя макияж и стилиста, почему мы говорим только о макияже. Здесь еще же все-таки стилист по волосам тоже работает грамотно. Если человек себя нашел все-таки не в капусте, не будем говорить, где еще себя ищут некоторые, то все-таки нужно, конечно, выделять определенное время и средства для того, чтобы найти свой образ, работая с профессиональными стилистами. Ко всему прочему, для мужского макияжа актуальны и тени, и карандаш, который дает четкость ресничному ряду, особенно, если мы говорим о танцорах. То есть, это практически весь спектр средств, которые нужны для производства женского макияжа, они, в принципе, могут быть использованы и для мужского макияжа. То есть, они не имеют гендерной принадлежности. А если мы говорим о мужественном макияже, то это может быть еще и повседневный макияж, из которого человек не может обойтись в силу своего внутреннего состояния. макияжа. Вот. И там тоже есть нюансы, как не переборщить, как действительно помочь себе в этой стезе, поскольку у мужчины существуют определенные, ну, то есть, допустим, он бреется, да, в поставленном режиме, его кожа имеет определенные нюансы, которые нужно подкорректировать. Не вопрос. Много лет в своей жизни я проработала очень плотно как свадебный стилист, ну, и работаю, продолжаю работать в этом направлении. И когда ко мне приходят женихи с невестами, то макияж, как правило, делают оба, поскольку я только показываю картинку и рассказываю, что будет происходить, если один будет в макияже, а второй будет абсолютно натурален, и все вопросы сразу исчезают. То есть это очень очевидно, что и мужской, и женский макияж, он имеет место быть. А для тебя есть разница работать с мужчиной или работать с женщиной? С кем тебе больше нравится? Не могу так сказать. Разница, конечно, есть. Ты работаешь с мужской энергетикой или с женской энергетикой ты работаешь. Вот это разница однозначная. Мы с разных планет, и эти разные планеты помогают друг другу жить. С женским макияжем, наверное, мне больше интересно работать с той точки зрения, что он более вариативен, там больше можно... Там есть где развернуться все-таки больше. И чаще все-таки приходится работать с женщинами мне, по крайней мере. сейчас на данном этапе. Но когда я работала с модельным агентством, я 15 лет была директором модельного агентства, я не могу тебе рассказать, с кем мне больше нравится работать, с мальчиками или с девочками, потому что тестовые съемки производятся абсолютно одинаково и для мальчиков, и для девочек, и там существуют нюансы, корректирующие внешность, и они приблизительно одинаковые для одного и для второго. Что нужно иметь женщине, чтобы сделать идеальный макияж? В косметичке должны быть прежде всего уходовые средства, которыми она пользуется каждый день, а не от случая к случаю, то есть состояние ее кожи является первоопределяющей. Второй момент, она обязательно должна иметь светоотражающую базу для лица, которая наносится под тональный крем и выравнивает слой эпидермиса, чтобы тональный крем ложился очень ровно и тоненько, без перегруза. Второй момент, она должна подобрать себе хороший тональный крем по свойствам своей кожи. Этот крем должен быть очень легкий, больше увлажняющий, опять же, в зависимости от того, в каком регионе она живет, существуют нюансы. Но мы здесь сейчас объять необъятное не сможем оптимизировать, мы можем только по количеству баночек, а не по их свойствам. Третье, она должна обязательно иметь средство сухой корректор для того, чтобы моделировать овал лица, чтобы расставить на своем лице тени таким образом, которые подчеркивают ее выгодным, выгодно подчеркивают достоинства ее лица и корректируют недостатки овала. Допустим, это все можно регулировать светотенями. То есть, это корректоры сухие, светлые и темные. И она должна иметь кремовые тени, легкие, натурального оттенка, которые будут позволять ей сделать и натуральный макияж, и вечерний, если она захочет, которые будут использоваться в качестве базы под тени, под сухие. Кремовые тени должны иметь оттенок чуть темнее, чем тон ее кожи. Ну, то есть, это бежево-коричневатая гамма, но чуть более хуру, более темно. И, наконец, она должна иметь сухие тени, спрессованные тени трех уровней светлости. Темные, совсем темные, средние, чуть-чуть темнее, чем уровень ее кожи, и достаточно светлые для выделения зон света на лице. Скорее всего, это оптимальным будет являться цвет, ну, такой, знаете, пыльные розы, и вовсе не всегда это рыжо-коричневая гамма. И нужно, конечно, хотя бы раз в жизни посетить профессионала, чтобы он показал, как правильно это можно на своем лице разместить. Кстати, говоря, в свете последних событий это можно сделать онлайн, но это именно личное общение с преподавателем, поскольку просто посмотреть ролик в интернете отвлеченный, это будет ни о чем. У каждого человека определенное распределение светотеней на лице, определенная асимметрия в лице, которую нужно знать и корректировать, и сам человек ее не всегда считывает. Наверное, тушь для ресниц тоже должна быть обязательно в косметичке среднестатистической женщины. И у этой женщины должен быть обязательно мастер по бровям. Или она сама должна это уметь делать, поскольку брови это очень важная часть в лице, это очень графичная часть, которая однозначно может создать настроение, может создать омолаживающий эффект в лице, а может все, что бы вы не сделали на своем лице, будет разбиваться о неухоженные брови. И никто больше не увидит никакого макияжа у вас на лице. Мне даже кажется, что брови это прямо отдельная тема для выпуска. Да, я могу говорить достаточно много, я тебе могу сказать, что дня три мы можем с тобой разговаривать по восемь часов о коррекции бровей, начиная от обычной коррекции, я еще занимаюсь татуажем бровей, туда же еще можем несколько дней отнести, так что на целый выпуск нам с тобой хватит однозначно. Вот оно как бывает. Что ты можешь как специалист своего дела, человек, который любит то, что ты делаешь, что ты можешь пожелать всем, кто смотрит этот выпуск, всем женщинам и мужчинам? Любить себя, уметь смотреть на себя не только критически, но и с любовью, замечать не только свои недостатки, но и достоинства, понимать, что нет некрасивых людей, есть просто неправильный и неумелый мейкап, и позволить себе взять от жизни максимум и от макияжа в том числе. Итак, друзья, с вами была программа «Узнать все за 60 минут» с Максом Извековым. В гостях была Анна Лебедева, профессиональный бьюти, тренер, визажист, моя подруга, и спасибо большое тебе, Аня, за то, что ты была с нами. Спасибо всем, друзья, я надеюсь, что мы скоро все увидимся и обнимемся на меломках, очень не хватает, очень случайно. Добро пожаловать! Снимаю студию свою. Привет! Здесь вот у нас ресепшн, на нем всякие отличительные знаки много всяких. Вот там они еще в уголке сложены все стопочкой на стену. жалко стену вешать, долбить или не хочется. Вот у меня есть такая здесь красивая девочка визажист. Позарочная и интересная. Здесь у меня большая коллекция фарфоровых статуэток на свадебную тематику всех цветов и размеров различных ферм и английский и немецкий и испанский и итальянский всякие Армани Билкари постольку поскольку я много лет работала как свадебный стилист здесь кабинет вот у Таня директор вот ну и дальше пошли рабочие площади у нас вот такие здесь у меня кабинет в котором я в готовом модели к съемке вот у нас здесь есть головомойка здесь мы их красим макияжем опять же здесь татуэточки они у меня везде вот вот и отовсюду привезенные отовсюду привезенные фигурки фигурки ну как же без кухни обязательно кухня в кухне интересного мало кушать все равно когда-то надо так дальше у нас здесь коридорчик о кстати у меня есть очень красивый туалет туалет с такой плиткой итальянской которой я не удержалась не только дома сделала но и здесь она как ржавенькая такая интересная обязательно есть душ потому что мы готовим модели иногда вместе с бодиартом и надо иметь возможность потом это все качественно смыть ну и наконец вот здесь у нас такой достаточно большой кабинет здесь у нас проходят учебные классы по макияжу у нас здесь много всяких ухищрений технических для этого вот здесь же я работаю перманент свой и здесь же если все убрать мы можем танцевать вот такая у меня студия оля у Субтитры сделал DimaTorzok